Всем добрейшего времени суток дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Думаю многие заметили, что новые видеокарты отличаются не только высокой производительностью, но и рекордным энергопотреблением. Многие мне писали по поводу блока питания и хватит ли его под топовые карты, а также многие спрашивали, что делать, если блок питания стоит менее мощный, чем заявленный на сайте Nvidia. Поэтому давайте сегодня разберемся, какие требования у новых RTX 3000 к блоку питания. И посмотрим на хорошие блоки как для RTX 3070, так и для RTX 3090. Ну а перед тем как мы перейдем к расчету количества ватт, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И для начала давайте разберемся, сколько потребляют новые видеокарты. Для RTX 3070 заявлено пиковое потребление в 220 ватт, а блок питания Nvidia рекомендует ставить не ниже 650 ватт. Но если присмотреться к пометке снизу характеристик, то можно увидеть надпись. Рекомендация приведена для конфигурации ПК, оснащенного процессором Intel Core i9-10980 RTX 3080. У этого процессора на секундочку ТДП составляет 165 ватт. Отсюда и большое значение рекомендуемого блока. У RTX 3080 потребление заявлено 320 ватт, а у RTX 3090 – 350. Это все касается только референсов. Обычные же видеокарты потребляют немного больше. Например, на сайте MSI уже можно найти информацию относительно топовой RTX 3080 в исполнении Gaming X. У нее заявлено потребление в 340 ватт. Так что пока не появятся не референсные видеокарты RTX 3070, сложно сказать про точное потребление. Но можно ориентироваться на значение около 220 ватт. И давайте я вам расскажу как более-менее правильно рассчитать потребление без всех этих калькуляторов. Для обычного домашнего ПК, в котором вряд ли стоит миллион жестких дисков, логично взять значение видеокарты. К примеру, берем 240 ватт для RTX 3070 и прибавляем к нему ТДП процессора, умноженное на 1,5. К примеру, у вас стоит Ryzen 5 3600. Берем его 65 ватт ТДП и умножаем на 1,5. Получаем около 100 ватт. И к любой системе прибавляем еще 100 ватт. Это потребление материнки, кулеров, накопителей и так далее. Получаем уже 440 ватт потребления в пиковой нагрузке. К этому прибавляем еще около 100-150 ватт, чтобы у блока питания был запас. Итого получается, что нам хватит блока питания с честными 550 ваттами по линии 12 вольт, чтобы запитать видеокарту RTX 3070 в паре с Ryzen 5 3600. Если у вас стоит к примеру процессор с цдп 95 ватт, то вам понадобится блок питания уже на 600 ватт и так далее. В общем по этой формуле каждый может посчитать для себя и понять хватит ли его блока под новую видеокарту. И давайте глянем на блоки питания, которые сейчас можно взять под RTX 3070. Я не стал рассматривать все блоки питания, так как достойных вариантов просто вагон и маленькая тележка, а выделил лишь те, которые мне действительно нравятся и которые неплохо справятся с RTX 3070. Но если вам нравится какой-то другой блок питания, то вы можете написать о нем в комментариях. А ссылки на все блоки питания можно найти как всегда в описании. И один из самых доступных вариантов, которые можно взять это EVGA 600W1. Этот блок стоит не сильно больших денег и выдает по 12 вольтам 588 ватт. Такого блока питания вполне хватит, чтобы запитать большинство систем с видеокартой RTX 3070. Также можно приглядеться к модельке Thermaltake TR2S на 650 ватт, примерно за те же деньги. И чуть дороже него есть моделька на 700 ватт. Ну и конечно же можно взять Cooler Master MVE на 700 ватт. Его хватит как для обычных систем, так и для компов с более мощными процессорами. Также можно взять бронзовый MVE на 700 ватт, но он выйдет немного дороже. Ну и конечно же стоит отметить Be Quiet System Power 9 на 700 ватт. Также можно взять и на 600 ватт, если у вас стоит не сильно прожорливый процессор. Для более старшей видеокарты RTX 3080 расчет уже идет немного по другому, так как скорее всего вы будете ставить ее к более мощному процессору. Поэтому берем потребление 340 ватт и прибавляем к нему минимум 150 ватт процессора и 100 на систему. И получаем уже 590 ватт потребления и с учетом запасов 100 ватт можно было бы взять один из 700 ваттников, о которых я только что рассказал. Но я бы советовал брать блок хотя бы на 750 ватт. Хотя если у вас стоит Ryzen 7 3700X или Ryzen 5 3600, то 700 ватт спокойно хватит с видеокартой 3080. Но запас лишним никогда не будет, особенно если вы планируете покупать новые процессоры 11 поколения Core или Ryzen 4000, которые вполне могут оказаться прожорливее старых. Так что я бы советовал покупать блок питания на 750 ватт. Но если у вас уже есть блок на 700 ватт, то его вполне хватит. А в редких случаях можно обойтись и блоком на 650 ватт. Плюс ко всему топовым видюхам нужно 3 провода питания PCI Express. Так что при выборе блока питания не забудьте учитывать этот факт, так как на рынке есть много решений, которые имеют много ватт на борту, но всего 2 провода питания. А из блоков на 750 ватт можно присмотреться к кулер мастер мастер ватт. У него на борту честные 750 ватт по 12 вольтам. И в передачу к этому идет сразу 4 провода питания PCI Express. Ну и как аналог можно присмотреться к блоку питания Chieftec Photon Gold на 750 ватт. А вот под видеокарту RTX 3090 я бы советовал брать самый топовый блок, но в рамках конечно разумного. Так как вряд ли вы будете ставить такую видеокарту с Ryzen 5 3600. А как правило Ryzen 9 и Core i9 потребляют очень много. Поэтому идеальным вариантом будет взять как и советует Nvidia 850 ватт. Конечно всегда можно взять QSAS на 1000 ватт, но я не вижу особого смысла переплачивать за 1000. Так как хорошие блоки питания с таким количеством мощности стоят очень дорого. Так что лучше взять 850 ватт, но зато хорошие. К примеру бронзовый термалтейк, который я уже упоминал в своей сборке ПК. Он стоит не сильно дорого, но в то же время идеально подходит под топовые сборки. Или же можно чутка докинуть и взять EVGA 850 GQ. Кстати у этого EVGA имеется дополнительный провод питания для процессора. А для видеокарту целых 8 проводов. В общем оба блока отлично справятся с RTX 3090. А мне бы хотелось немного добавить про те случаи, когда вашего блока питания хватает, но на грани. Как правило всегда добавляется около 100 ватт к мощности блока. И делается это не просто так. Во первых любой блок питания показывает лучшее КПД на 80-90% нагрузки. А во вторых максимальная нагрузка на блок питания очень плохо сказывается на его сроке службы. Так что к примеру у вас есть блок питания от хорошей фирмы. И вы посчитали и у вас остается всего 50 ватт запаса. Что же делать в такой ситуации? Я бы советовал вам заняться андервольтингом. Это можно также назвать оптимизацией. Вы просто подаете чуть меньший вольтаж и при этом стараетесь прибавить в производительности. Андервольтинг можно и нужно делать с любым железом, чтобы получить более комфортные температуры. И снизить тем самым энергопотребление. После таких манипуляций вы легко сможете освободить немного мощности блока питания. И спокойно поставить туда новую видеокарту. Также можно просто забить на все и попросить у кого-то ваттметр. Это специальное устройство, которое показывает потребление из розетки. При помощи него вы спокойно можете померить сколько точно потребляет ваша система и прикинуть хватит ли вам на обновление видеокарты или нет. Но если вы все-таки берете блок питания новый, то лучше всего просчитать по этой формуле. Ну или опираться на рекомендованные ватты к видеокартам. Они как правило пишутся с учетом топовых процессоров. Также не стоит забывать про дешевые блоки. Многие покупают блоки питания на 600 ватт из дешевого сегмента. И думаю, что они справятся с тем, что написано на этикетке. А по факту у блока питания намного меньше мощности именно по 12 вольтам. Как правило у таких 600 ваттников идет 550, а иногда и вовсе чуть более 500. Так что 600 ватт в дешевом сегменте равняется больше 550 и так далее. Ну а что касается сертификатов, то это всего лишь показатель КПД. Блок питания вообще без сертификата означает, что производитель не проходил сертификацию 80+, и очень часто такие блоки также имеют КПД выше 80%. Но наличие хотя бы белого сертификата делает такой блок питания более лучшим приобретением. Что касается более старших сертификатов, то как правило самый оптимальный вариант по цене и качеству это Голд. Но почти всегда они стоят действительно дорого и особого смысла за него переплачивать нет. Но и обязательное условие при выборе блока питания под топовые карты это не брать аэрокул. Тут даже аэрокул не в плане фирмы, так как она действительно переработала свои блоки, но лучшим приобретением они конечно же от этого не стали. А сам факт приобретения лютого дешмана. Блок питания один из ключевых компонентов в ПК, так что экономить на нем смысла нет никакого, тем более если вы настроены брать видеокарту уровня RTX 3080. Поэтому лучше один раз взять качественный блок, чем через 5 лет его менять из-за того что он сдох. И как правило дешевые блоки могут не только помереть, но и утащить на тот свет еще что-то. Я лично сталкивался с аэрокулом, который от перепада напряжения просто умер. В гарантийке его починили и после этого он еще отработал 2 года у человека. Но после того как я его вскрыл там было явно заметно, что текстолит вокруг катушки просто подгорел от перегрева. Хотя там блок был на 600 ватт, а система от силы потребляла 300. И в один прекрасный день это бы все добро могло просто пыхнуть. Так что никогда не экономьте на блоки питания. Ну а если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте ему лайк. А я хочу вам напомнить, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья!